What's up, YouTube! И это жесть! Мне слили карту GTA 6. И вы просто посмотрите, насколько она огромная в сравнении с картой GTA 5. Я знаю, что вы сейчас напишите в комментариях, откуда, что, как, вообще, кто тебе слил эту карту. Ладно, я всё расскажу, но перед этим ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Ну а я продолжаю свой рассказ. Сейчас основная фишка каждой новой игры от Rockstar Games в первую очередь это карта. Именно карта будоражит умы фанатов по всему миру. Ведь на этой карте мы будем кататься на любимых машинах, на катерах, на вертолётах, на пароходах, на паровозах, на поездах и так далее. Наслаждаться пейзажами этой карты. И наслаждаться этой картой мы будем ещё 10 лет, а то и больше. Ведь до выхода GTA 7, ну сколько должно пройти, наверное, где-то такой промежуток времени, 10-15 лет. И мы в эту игру будем играть очень долго и изучать эту карту. Соответственно, всем, конечно же, очень интересно узнать, как Rockstar Games изобразит и перенесёт Y-City, культовый город из GTA Y-City, на новый движок в наше современное время. Как будет карта у всего штата Леонида выглядеть. Да и будет не только один Y-City, да, именно весь штат Леонида. Может быть, даже и что-то ещё добавят, но об этом позже. Я рассказываю вам, как я же всё это обнаружил. В далёком 2013 году до выхода GTA 5 появилась группа фанатов, которые поставили перед собой невыполнимую цель. На первый взгляд, они хотели узнать, как будет выглядеть карта GTA 5 до выхода самой игры. Поэтому они собрались все вместе и устроили, начали анализировать трейлеры, скриншоты, описание игры. И так появился проект по воссозданию карты GTA 5 из штата San Andreas. Эти ребята ушли в лютый хардкор. Они использовали высокоточные математические расчёты, чтобы максимально точно корректировать и воссоздать карту GTA 5 до того, как её покажут. Они использовали лишь трейлеры, скриншоты и результат, но он, мягко говоря, удивляет. Они реально смогли узнать, как выглядит карта GTA 5 по трейлеру, по скриншотам ещё до выхода самой игры и до выхода первых скриншотов самой карты. Это просто нереальная работа. И знаете что? Да, эти ребята, они вернулись. Часть этих ребят вернулась. У них есть новые коллеги. Они используют всё те же математические вычисления для того, чтобы максимально корректно создать карту GTA 6. Если что, ссылочка на их проект в описании. Вы сможете сами следить за обновлениями и как постоянно они её корректируют. Как только будут новые трейлеры там GTA 6 или новые какие-то слитые кадры с GTA 6, они будут корректировать эту карту. И вы можете за этим следить. И вы, конечно же, спросите. Да, математические решили вместе собраться и точно узнали карту GTA 5. Но вышел же только один трейлер по GTA 6. Что происходит? Откуда? Чё? Карта большая? Это вообще реально? Это точно тут так? И как? У вас много вопросов, наверное. Но ладно, есть один нюанс. Официально вышел только один трейлер. Но вы не забывайте, что в сеть слили больше часа геймплея GTA 6. И весь этот геймплей, настоящий Rockstar, подтвердил утечку. Всё это настоящее GTA 6. И мы видели по первому трейлеру. Да, всё было максимально реально, это правда. И при создании этой самой карты, этого проекта по воссозданию карты GTA 6, выхода до самой игры, также использовались данные из этой самой легендарной утечки. Я вам больше скажу. Они на карте пометили каждое место. Вы можете увидеть в утечке подписан файл с геймплеем, который был слит. И если вы включите этот файл с геймплеем, вы сможете увидеть именно это самое место на карте, куда смотрит персонаж. Это просто нереальная работа. И поэтому я доверяю этим людям. У них уже получилось сделать карту GTA 5. И они уже сделали карту GTA 6. И это просто невероятно. Поэтому я думаю, что им можно доверять. Но карта, она не совсем, думаю, точная ещё. Но они, думаю, сделают в будущем более точную карту. По выходу второго трейлера или какого-то слитого геймплея. И я думаю, они реально воссоздадут точную карту GTA 6. Ну а на этом видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий, подписываться на канал. Что вы об этом вообще думаете, ваши мысли и так далее. Ну а я буду следить за новостями от GTA 6. И буду делать ролики. Всем пока!